Ребят, всем привет, доброе утречко! А вот и я в ваших любимых очках, которые мне очень многие советуют вытянуть, но я этого не сделала, потому что мне они очень нравятся, они прикольные, они веселые. Короче, как вы заметили, я сижу на пассажирском сидении Адама, это значит сегодня Андрейка за рулем, по крайней мере сейчас, и мы едем с ним в Хадеру, чтобы смотреть еще машинки, которые потенциально могут стать моими. И, как бы, да, нам Toyota очень нравится, и этот вариант, ну, пока что для нас лучше, хотя, по сути, это единственный вариант, который мы видели, поэтому думаю, что стоит посмотреть еще варианты, какие машины предлагают других марок, какие цены предлагают и так далее, потому что Toyota, конечно, это хорошо, это замечательно, но все-таки, знаете, цена кусается, честно вам признаюсь, цена кусается, 1850 шекелей, это немаленькие деньги совсем, поэтому мы хотим посмотреть еще варианты. Сейчас конкретно мы едем в салон Suzuki, мне понравилась машина Suzuki Swift, посмотрим, какие варианты они предлагают, по каким ценам и так далее. Вот, и уже исходя из этого будем решать, может быть, еще будет возможность еще в какой-нибудь салон заехать и проверить. Так, ребят, мы приехали в салон Suzuki смотреть машинки, вот что тут предлагают, посмотрим, какие цены, что к чему, ну, да. Честно, я вам скажу, мне по внешности, по внешнему виду Suzuki нравится больше, чем Toyota, они какие-то более такие интересные. А вот и машинка, на которую мы глаз положили. Мне, кстати, нравится еще вот эта вот машинка, как там она называется, сейчас скажу. Она повыше, но поуже, и, походу, по ценам они одинаковые, примерно. Это Игнис. Так вот она выглядит. А это я сейчас сижу в Suzuki Игнис. Ну, короче, прикольно. Прикольная машина, мне прям очень понравились. И стоят они дешевле, чем Toyota. Стоят они в лизинг 1680 шекелей, обе. Одинаковая цена. Тоже все включено, то есть все страховки, тесты и так далее. В общем, такие дела. Я не знаю, мне кажется, хорошо, что мы поехали, посмотрели другие варианты. И мне кажется, этот вариант мне, короче, очень нравится. Багажник тут большой такой. Короче, ребят, нам нравится Suzuki больше, чем Toyota. И по цене она дешевле, но тут возникает другая проблема. В салоне Suzuki они не помогают продать нашу машину, мы Адама. И, походу, нам придется ее самим продавать. Искать покупателей. Чем нам вообще заниматься, как бы, не хочется. Противопоказано. Противопоказано, да. Нам как-то хочется все это побыстрее закончить. И лишнего геморроя, так сказать, себе на пятую точку не зарабатывать. Но, не знаю. Андрей только ради того, чтобы этим не заниматься, готов Toyota брать. Но, мне кажется, это будет немножко нецелесообразно. Кстати, сейчас проверила, нашла документы, за сколько мы Адама покупали. И покупали мы его за 36 тысяч, а не за 30 с лишним, как мне помнилось. Сейчас посмотрю, сколько на Ярштайме такие машины продаются. И посмотрим, за сколько мы сможем нашу продать. Не знаю, будем ли этим заниматься. Блин, не знаю, что делать, честно. Мы сейчас отправили Адама на проверку, чтобы ему точно уже сказали за цену, за сколько его готовы купить. И смотрим. Блин, мне уже как-то вообще Toyota не хочется, когда я увидела Suzuki. Машинки, симпатичные эти машинки и дешевле стоящие. Желтая крыша? Там нету желтой крыши. Крыши нету, смысл остался. Оно 200 шекелей дешевле стоит. Мне и хватит ржать надо мной. На самом деле ты права. Потому что эта машина не наша, я вообще плевать за что платить. Вот именно что. Платить лучше меньше. Платить лучше меньше. Ребята, мы уже в промышленной зоне Ходеры целый день. Сейчас уже пол третьего дня. Мы до сих пор здесь. Ездим по всяким гаражам. И смотрим, что предлагают за Адама, что не предлагают за Адама. Пока что цена, которую дали в Тойоте, она самая высокая. Короче, просто какая-то головная боль. Проверки, не проверки. Работает, не работает. Поэтому мы хотим лизинг, чтобы вот этого всего не делать. Когда придет время продавать машину, которую, скажем, если мы захотим, мы купим. Знаете, я вам честно скажу, я уже немножко начала сомневаться, что нам стоит именно сейчас избавляться от Адама. Он только что выехал из гаража, его починили. Может быть, он будет ездить, но это опять же, знаете, наступает на одни и те же грабли. Короче, посмотрим. Сегодня все равно никаких сделок мы совершать не будем. Андрей завтра вернется на службу. И уже после того, как он вернется со службы, я думаю, что мы будем решать этот вопрос. То есть пройдет время, мы со всеми этими мыслями, расчетами переспим несколько дней и решим. Расскажи, что делает сейчас с Адамом. Короче, решили мы этого дятла с нами оставить. Несмотря на все несгоды и неприятности, которые мы с ним пережили. Мы даем ему последний шанс, выравним ему все фронты, колесики поправим и будет с нами жить. По результатам проверки она очень даже неплохая. Единственное, что много топлива живет. Но есть этому некое объяснение, стилистское вождение Дарьи и Генны в данном случае. Потому что Дарья и Генна на роботе газ не сбрасывает. Тем самым палит постоянно топливо. И при этом жалуются на большой расход. Поэтому я ей научу ездить, как бабушка ездит и будет ездить. В розовых очках и с желтой крышкой. Все, мы точно решили до следующей первой поломки Адама оставить его? Да, да, да. Ну, до полной серьезной поломки. Двигатель, коробка, я знаю. Дорогой поломки, давай сразу оговоримся. Последующей дорогой поломки. Четвертый раз наступаем на одни и те же грабли, мы это знаем. Да, и это тоже разумно принятое решение. Ну, может, не совсем разумно. Может, и не совсем. Но, да. Почему четвертый раз на одни и те же грабли? Ну, ладно, третий раз. Почему третий раз? Ну, два раза мы его уже чинили. Ну, чинили, это не знаешь, что мы на грабли-трунке. Ну, ломаешься машину. Не новая. Но не каждый полгода, простите. Автомобиль же не новый. Мы ее починем, сделаем немножко бачки. Продолжайте следить за дорогими блогами. Из Адама, да? Из Ада. Так и назови. Ада-блог. Адовый блог. Так, ну что, мы едем домой. Кстати, хоть что-то мы полезное сегодня сделали. И за что нам не пришлось платить деньги. Мы поменяли парктроники. Вот, теперь у меня новые парктроники. Потому что прошлые работали, ну, не очень хорошо. И поменяли мне их сплатно. Донули. Донули. Ну, в общем, хоть что-то полезное сделали, да. За целый день. В общем, едем мы домой. Целый день мы провели здесь. И в конечном итоге решили остаться при своем. Надеюсь, мы не делаем ошибку. В любом случае, знаете, я поняла, что следующая машина, когда бы мы ее не взяли, это будет в лизинг. Потому что вот этой вот беготни я больше не хочу. Продать, не продать. Где дают цену лучше, где хуже. Решать, давать объявление, не решать. Продавать свою машину. Не, не хочу этого. И, да, следующая машина, ну, скажем, не буду, конечно, говорить на 100%, но на 95%, скорее всего, крайне менее, у меня будет в лизинг. Даже если мы миллион выиграем. В лизинг, в лизинг. Тем более, если миллион выиграем, в лизинг возьмем. Потому что нафиг эту головную боль. Вот реально. Мы сегодня целый день с одного места на другое ездили. С одного на другое. Проверки, не проверки. Какие смотрели в разных салонах, что предлагают. И какие условия. Ну, у нас на самом деле очень много упиралось именно в продажу Адама. Потому что нам самим не хотелось заниматься продажей Адама. И на каких условиях его продают. И за сколько его готовы купить, точнее. В общем, в конечном итоге, да, остались. Решили мы остаться при своем. До первой крупной поломки. Опять. Надеюсь, все у нас случится не скоро. Мы забрали Янчика из детского садика только что. И решили поужинать в нашем любимом мясном ресторане. Точнее, не мясном ресторане, а ресторане гамбургеров. Сначала думали Макдональдс, но потом подумали, что будет стоить те же деньги, только за более крутые гамбургеры. Вот. Ну что, сейчас пойдем вкусняшку есть. Так, нам уже принесли открывающие блюда, так называемые. Это грибочки и куриные крылышки в остро-сладком соусе. Очень вкусные. Вкусные грибы? Сейчас попробуем. Так, нам принесли все остальные блюда. Еще принесли картошку фри. Точнее, батату фри. Чипсы из бататы. Принесли наши бургеры. Андрей мне просто все овощи отдал, так что у него голенький такой бургер остался. Вот мой бургер с овощами. Обычный бургер мы взяли сегодня. Ну и Янчик получил свою детскую порцию бургер с картошечкой фри. Приятного нам аппетита и не лопнуть, главное. Ням-ням-ням. Вкусно? Так, ну что, мы поели, объели. И у нас хорошие новости, как раз. Целых две хорошие новости. Первая, у Янчика расшатался зуб во время трапезы в Би-Би-Би. Видимо, он стаканом его ударил, и он расшатался у него. Янчик очень распереживался, ну да, распереживался в хорошем смысле прям, потому что... Ну, если он, да, если зуб в конечном итоге выпадет, то фея ночью придет, денежку принесет. Он уже там себе начал рассчитывать, что он себе купит на эту денежку. Он просто думает, что у него фея Илон Маск. Ну, короче, ладно. А вторая хорошая новость? Давай, скажи. Я еду домой. Ну, правда, не сегодня, не завтра. Точнее, Андрея раньше времени отпускают из армии. Завтра Андрей с утра поедет на службу. У него будет одна или две смены, и он вернется домой. И утро будет мне подарок. Ребята, у нас уже вечереет, солнышко садится. И я еду заниматься спортом. Использую любую возможность. Хотя, в принципе, на этой неделе уже в середине недели Андрей возвращается. И я уже нормально вернусь к нормальному режиму спортивному. Но все равно, все равно еду на спорт. Позанимаюсь сегодня. Меня, кстати, спрашивали, почему я не... Ну, как бы могу ли я брать Яна с собой? И почему я не могу его брать с собой на спорт? Да, когда вот, например, Андрея нет, чтобы мне не пропускать. Ну, на самом деле, теоретически, теоретически, наверное, я его могу взять. Но, по сути, ему будет, во-первых, скучно. Ему негде там даже просто находиться, негде сидеть. То есть зал он предназначен только для спорта, он не предназначен для детей. Я бы могла попробовать его ставить, например, на ресепшн, где-то в холле, попросить кого-то за ним присмотреть. Но это тоже, это не обязанность этих людей, которые там находятся и работают. То есть, как бы, не предусмотрено это все дело. Ребенка оставлять никто не оставляет, никто не приходит с детьми. Хотя, как бы, ну, я уверена, что у большинства посетителей нашего спортзала есть дети. В общем, никто этого не делает, и я тоже этим заниматься не буду. Поэтому, как бы, теоретически, возможно, вам можно его оставить, но практически я не вижу, как это можно делать. Поэтому я предпочитаю не заморачиваться и не создавать проблем ни себе, ни окружающим. Вот. Вот такие дела. Ладненько, ребят. Наверное, на сегодня я буду с вами прощаться, потому что и так, наверное, влог получился очень насыщенный. С нашими путешествиями, поисками машины и сменами мнений и решений. Ой, блин, да. Уже, вот серьезно, мы уже ехали. Я думала, что мы уже закроем сделку, и я уже, ну, буду ждать свою новую машину, потому что я, конечно, не уехала бы сегодня уже на новой машине, потому что, ну, ее нужно ждать, пока она придет. Ну, я уже думала, что мы сегодня закроем сделку, какую-то машину точно выберем, но нет. Все у нас поменялось. Ну, ничего страшного, такое тоже бывает. Ладненько, ребят. Увидимся в следующем влоге. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока.